Этого шанса проявить себя на настоящем чемпионате ребята ждут каждый год. Ежегодный турнир по дворовому футболу за свою шестилетнюю историю стал уже молодежной фишкой Владивостока. Ведь это возможность выйти с площадки на заднем дворе своего дома и показать, на что ты способен здесь, перед десятком зрителей и соперников. Ребята играют два тайма по 10 минут, формат 7 на 7. В этом команде участвуют три возрастные категории. Есть малая возрастная категория 2003-2004 год, и средняя возрастная категория 2001-2002, и старшая, 98-2000. Количество участников с каждым годом растет, из-за чего соревнования приходится проводить сразу на нескольких площадках. Особый всплеск интереса и в этот раз, видимо, свои плоды дает прошедший чемпионат мира. Среди необычных названий команд, вроде «Убивашки», «Ред Роуз» или «Васильки», можно встретить как новичков, так и уже в каком-то смысле ветеранов дворового футбола. Собрались мы вообще первый раз четыре года назад здесь, именно на дворовом турнире, ну, с района Тихая. Ну, как-то так вот. Играем с каждым годом все лучше и лучше, стараемся. Я первый раз участвую на дворовых соревнованиях. Мы тренировались, каждый день собирались с парнями, играли в футбол. Вот решили зовить на турнир, поиграть в футбол в соревнованиях. Главный плюс этого турнира в том, что участие в нем абсолютно бесплатное и доступное для юных спортсменов Владивостока. Привести свой коллектив к победе может любой желающий непрофессионал в возрасте от 12 до 20 лет. В этом году мы добавляем третью возрастную группу, старшая. Решили добавить, дать шанс пацанам, которые уже выросли из группы. Ну, почему бы нет. Не попросили нас поиграть, мы пошли именно встречу. Добавились новые команды абсолютно, которых мы вообще не видели, первый раз за нас играют. И вернулись старые команды, которые играли два года назад, в том числе и чемпионы двух последних лет. По итогам чемпионата лучшие команды разыграют три призовых места. Лидер в итоге получит заветный кубок. Также награду достоятся и футболисты, проявившие себя на поле максимально ярко. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом.